Вакцинация и рост заболеваемости коронавирусом одна из самых обсуждаемых в обществе на сегодняшний день тем. Немало мифов и легенд выросло за последний год вокруг прививок. Что российские вакцины якобы дают тяжелую побочку, не несут никакого эффекта и многие другие. Гости программы сегодня размечают все эти мифы и расскажут, что лучше реанимации или вакцинации. Гости сегодня Александр Сергеевич Раздорский, главный нештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области. Здравствуйте. И Максим Александрович Петрушин, главный нештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Тверской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем, пожалуй, с эпидемиологической обстановки на сегодняшний день. Заболевшие, привитые. Да, эпидемиологическая обстановка на территории Тверской области уже, вот мы видим, на протяжении четырех недель продолжает оставаться напряженной, что связано в первую очередь, конечно, с ростом числа вновь выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции. Это приводит и к росту заболеваемости. И мы видим, что показатели смертности и летальности также не стоят на месте. И мы видим, что по сравнению с первым подъемом заболеваемости в 2020 году, с второй волной роста заболеваемости, на сегодняшний день скорость распространения инфекции стала существенно выше. И об этом говорит характер кривой, если мы посмотрим на графики. То есть темп распространения увеличивается. Люди заболевают быстрее, инкубационный период сокращается. Болезнь, в отличие от того, как это было год назад, поражает не только пожилое население, не только лиц с хроническими заболеваниями, но и основное трудоспособное население в возрасте до 40 лет. И мы это видим по тем, кто госпитализируется, по структуре заболеваемости, те, кто на сегодняшний день находится в инфекционных госпиталях. И говоря о причинах такой ситуации, которая достаточно напряженная и продолжает оставаться таковой, мы можем сказать, что здесь нет какого-то ведущего фактора. Здесь несколько обстоятельств влияют на этот процесс. Но в первую очередь, конечно, распространение нового измененного штамма коронавирусной инфекции. Это штамм Дельта. Это индийский штамм, да, индийский вариант, но на нем не ограничивается распространение, потому что есть и другие штаммы, но штамм Дельта превалирует в числе тех образцов, которые были отправлены на исследования в рамках мониторинга циркулирующих на территории нашего региона штаммов. В качестве другой причины можно привести также достаточно высокую интенсивность контактов населения. Мы видим, что у нас проходят полуофициальные какие-то массовые мероприятия, скопление людей, люди расслабились, не соблюдается масочный режим в местах массового скопления людей, в первую очередь, конечно, в общественном транспорте. Да, сейчас жарко, аномальная жара стоит на территории Центральной России, Тверской области в частности. Это определенные трудности накладывает, но, к сожалению, играет с нами злую шутку, потому что, отказываясь от средств неспецифической профилактики, мы подвергаем себя риску заражения. Даже те, кто вакцинирован, должны использовать маску, соблюдать гигиену рук и социальную дистанцию, так как даже вакцинированный человек участвует в процессе распространения инфекции и не выключается полностью из эпидемического процесса. Александр Сергеевич, вот тоже наболевший вопрос, да, у населения. В чем особенность нового штамма? У него появились какие-то новые симптомы, ну, кроме, да, потери, воняния? Здесь вопрос не в симптомах, а в свойствах штамма, которые именно обуславливают его эпидемиологическую значимость. То есть, первое, это вирулентность, заразность, по-русски говоря. Второе, это патогенность, способность вызывать либо более тяжелое течение болезни, либо вызывать болезнь у тех, кто ранее болел в легкой форме. То есть, как раз-таки, люди основного трудоспособного возраста, до 40 лет, не имеющие хронических заболеваний, заболевают сейчас коронавирусной инфекцией с развитием пневмонита, вот этого респираторного дистресс-синдрома, что требует оказания медицинской помощи в условиях инфекционного стационара. То есть, в первую очередь, отличие как раз заключается в этом. Также меняется характер течения болезни, об этом более подробно расскажет Максим Александрович, влияние лекарственных препаратов на патогенез самой болезни. То есть, собственно говоря, как лечат пациентов сейчас и насколько это эффективно, то есть, этим все и обусловлено, да, что распространяется как раз-таки новый вариант коронавируса. Максим Александрович, вот по Вашим наблюдениям, все-таки в какой форме чаще всего пациенты сейчас переносят коронавирус? Ну, основная масса, конечно, людей переносит в легкой форме, в виде ОРВИ. И я понимаю, сейчас большое количество пациентов находится на амбулаторном лечении, это несколько тысяч, как мне известно. И, конечно, не все попадают в стационар с тяжелым течением и крайне тяжелым течением. Но сейчас, конечно, вот прямо это бросается в глаза то, что сместился средний возраст заболевших. Если год назад мы говорили о пожилых, о людях, которые, ну, пенсионерах, средний такой портрет пациента, это был 65+, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, пациенты, которые имеют сопутствующее ожирение, то сейчас основная масса пациентов, которые находятся на сегодняшний день в реанимации, я вот буквально 30 минут назад вышел оттуда, это возраст от 30 до 40 лет. И это люди, которые не имеют никаких сопутствующих патологий, нельзя говорить, что у них есть какая-то тяжелая иммуносупрессия, либо хронические болезни. Это, конечно, должно очень здорово насторожить. Потому что раньше среди моих знакомых многие люди говорили, а, я не буду вакцинироваться, потому что по статистике я перенесу это заболевание в легкой форме, и мне ничего не угрожает. Нет, ребят, сейчас все изменилось. А на сегодняшний день какие показания вообще для госпитализации в инфекционный госпиталь? Ну, показания не изменились. Это обязательно, конечно, все пациенты старшего возрастной группы, все пенсионеры, все люди пенсионного возраста старше 65 с хроническими заболеваниями, они должны быть госпитализированы. А процент поражения легких, это зависит как-то? Вы знаете, нельзя говорить ориентироваться только на процент поражения. Мы сейчас видим фульминатное течение заболевания. Это что значит? Это очень быстрая прогрессия. Если мы говорили ранее, что пациент поступал с КТ 1, 10-15% поражения, и он находился в этой стадии, мог находиться неделю-10 дней, то сейчас мы видим прогрессию с КТ 1, 10-15% поражения в легочной ткани, до тотального, либо точнее субтотального, либо тотального поражения легких. Это может развиться за 24, либо 48 часов. Все вот эти стадии КТ, это очень такой показатель абстрактный, и он нужен для принятия решения на этапе скорой помощи, либо приемного покоя. А так говорить о прогнозе у человека, типа, а у тебя КТ 1, и все нормально будет, этого говорить нельзя. Поэтому, если для людей, мы должны понимать, если у вас фибрильная температура выше 38, несколько дней, больше пяти дней, если вы чувствуете очень сильную слабость, если начинается удушье, отдышка возникает, человек должен обязательно быть госпитализирован. Температура, и очень важно, конечно, это потеря сна. Если у человека бессонница 3-4 дня, гипертермия, то надо вызывать скорую помощь. А из легкой формы в тяжелую, это заболевание может перейти как-то? Конечно, конечно. А на какой примерно день это можно как-то сприназировать? Смотрите, это очень сложно говорить, тем более сейчас дельташтаммом. Если мы раньше говорили то, что тяжелое течение развивается, и прогрессия в виде цитокинового шторма развивается где-то 10-14 суток от начала заболевания, то мы сейчас видим развитие тяжелой дыхательной недостаточности у пациентов на 5-7 сутки. Это очень изменяет подход к лечению болезни, потому что это стадия активной вируса миы, активной продукции вируса, и зачастую еще пациенту этот цитокиновый шторм не развился. Это, конечно, очень страшно. А сейчас проверяемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Это программа «Тема дня». Мы продолжаем. Напомним, что главный вопрос программы – третья волна коронавируса в Тверской области. Вы можете присоединиться к нашей беседе. Мы работаем в прямом эфире. Звоните 300-190. Мы продолжаем наш разговор. Если раньше портрет реанимационного пациента, Максим Александрович, вы в частности описывали, как человека старше 50 лет, имеющего хронические заболевания, например, сахарный диабет, лишний вес, то сейчас вы буквально говорили, что болеют и молодые. 40-50 лет – это сейчас основной контингент пациентов, которые находятся в реанимации. Это зачастую люди, которые приехали еще с отдыха. Это люди, не имеющие такого букета сопутствующих патологий. Это не активно социально. Это не инвалиды, не имеющие какой-то иммобилизационного статуса. Это люди, которые активно работоспособны в населении. И сейчас появляется все больше и больше молодых пациентов от 30 до 40 лет. За ту неделю я консультировал порядка 5 или 6 таких крайне тяжелых пациентов. Минимальный возраст пациентов, которые находились в реанимации – это 18-19 лет. Это совсем еще, можно сказать, молодые. 18-летние ребята – это очень молодой возраст. Благо, что сейчас вообще по всей стране очень мало детей переболевших в тяжелой форме. Это порядка 100 детей только, которые находились в реанимации. Это снова коронавирус. А дети – это больше какого возраста? До 18 лет. Ну, основное – это 12-16 лет. То есть подростковый возраст. Да, подростковый возраст. Но я понимаю, что все еще у нас впереди. Максим Александрович, если говорить о пациентах, которые у вас. Напомню, что вы руководитель службы анестезиологии и реанимации областной клинической больницы. И наблюдаете, можно сказать, самых тяжелых пациентов. Есть ли среди них те, кто привился? Нет. Нету. Ни одного пациента? Мы почему-то видим, хотим видеть только то, что хотим видеть. Мы понимаем, что люди, которые вакцинировались, они могут заболеть. Но вакцинация спасает нас от пребывания в реанимацию. И мы знаем, у всех, у каждого почему-то появляется знакомый, который вакцинировался и заболел. Но о десятках и сотнях людей, которые не вакцинировались, попали в реанимацию с не очень понятным результатом лечения. Мы почему-то стараемся это не замечать. Александр Сергеевич, а как вот у нас идет вакцинация в Тверской области? Да, в Тверской области кампания по массовой вакцинации населения против коронавирусной инфекции продолжается. И уже прошел месяц, как вступило в силу постановление номер один главного государственного санитарного врача по Тверской области о вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. То есть, по сути, для этих категорий вакцинация стала обязательна. В первую очередь, конечно, это медработники, работники образования, социальных учреждений, а также работники сферы услуг, торговли и государственные, гражданские, муниципальные служащие. Так вот, на сегодняшний день в Тверской области вакцинировано уже более 260 тысяч человек, и более 160 тысяч полностью завершили курс вакцинации, получили оба компонента вакцины, что составляет более 60%. При этом стоит отметить, что с момента вступления в силу постановления было вакцинировано за месяц более 113 тысяч человек. То есть, это порядка 40%, поэтому мы надеемся, что все-таки население проявит благоразумие, и спрос на вакцинацию не будет снижаться вплоть до того момента, когда будут выполнены все ключевые показатели, и целевые индикаторы будут достигнуты. То есть, при текущем темпе вакцинации, который на сегодняшний день в Тверской области в полтора раза превышает среднероссийский темп вакцинации, мы можем достигнуть цели по вакцинации против коронавирусной инфекции уже к середине сентября. А цель какая? Цель – вакцинировать минимум 60% населения региона. Поэтому и правительством Тверской области, и Министерством здравоохранения Тверской области предпринимается исчерпывающий комплекс мер, в первую очередь по организации работы прививочных кабинетов, по увеличению пропускной способности этих прививочных кабинетов, по организации работы выездных прививочных бригад. И самый главный вопрос – обеспечение достаточного количества вакцины, чтобы все эти мероприятия не замедлялись, не останавливались. И могу сказать, что буквально вот в эти выходные, в субботу, 17-го числа в Тверскую область поступила партия вакцины «Спутник», 27 тысяч дот, которая уже сейчас начала распределяться по медицинским учреждениям города Твери и Тверской области. Соответственно, распределение происходит в несколько этапов. То есть согласно очередности, потребности организации, темпу вакцинации в отдельных учреждениях, наличию запаса вакцины, то есть все это принимается во внимание, в том числе и отдаленность учреждений здравоохранения от областного центра. А у нас есть звоночек в студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопросик. Скажите, вот у меня, если возможно, то можно два вопроса. Первый вопрос, это касается ревакцинации. То есть, ну, допустим, я в феврале сделал второй компонент «Спутника», сейчас июль месяц. Когда мне нужно ревакцинироваться, нужно ли ревакцинироваться и как это сделать? Потому что через госуслуги ревакцинация у нас как записи, она отсутствует, через медректверь, там точка.ру, то же самое. И, соответственно, какие компоненты должны быть использованы при ревакцинации? Это первый вопрос. И второй вопрос. Буквально на выходных эпидемиолог говорил о том, что, оказывается, иммунитет у 60% населения есть, о котором мы в свое время говорили, что вот мы дойдем до 60% и мы можем уже будем управлять заболеванием, то есть количеством заболевших. Сейчас уже, по словам этого эпидемиолога, что 60% уже есть людей с иммунитетом, но теперь другие, говорится, цифры о том, что 90% нужно для того, чтобы все было хорошо. Спасибо. Спасибо за звоночек. Да, большое спасибо за вопросы. Начну с первого, с ревакцинации. Ревакцинация на сегодняшний день проводится в том же порядке, что и вакцинация. То есть отдельной опции на портале государственных услуг или на сайте Медректверь обозначены как ревакцинация нет. То есть если гражданин желает ревакцинироваться, то он должен записаться на вакцинацию. Единственное, что определяет ревакцинацию, это повторное прохождение процедуры получения прививки. С какой кратностью нужно проходить ревакцинацию? Согласно методическим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации, ревакцинация в условиях текущей эпидемиологической ситуации должна проводиться с интервалом в 6 месяцев. То есть если вы получили второй компонент вакцины «Спутник» в феврале текущего года, то, соответственно, в августе-сентябре вы уже можете проходить ревакцинацию, опять же, записываясь в те прививочные кабинеты, которые на сегодняшний день функционируют, в любой доступный прививочный кабинет, и получите услугу, и будете привиты в рамках ревакцинации. В зависимости от того, какая вакцина используется, какая вакцина в наличии, ревакцинация может выполняться. Если мы говорим о вакцине «Спутник Ви», то она в соответствии с инструкцией к медицинскому применению проводится в два этапа, несмотря на то, что это ревакцинация. Если используется вакцина «Спутник Лайт», которая на сегодняшний день в Тверскую область пока еще не поступила, но если она поступит и будет в наличии, то также в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, учитывая, что она однокомпонентная, вакцина из «Спутник Лайтере» вакцинация проводится однократно. И далее этот цикл повторяется через 6 месяцев при условии сохранения текущей эпидемиологической ситуации. То есть так нам говорят методические рекомендации Минздрава Российской Федерации. Что же касается достижения показателей коллективного иммунитета, да, я тоже читал эту статью, и речь шла изначально о чем? О том, что для того, чтобы перевести эпидемиологическую ситуацию и вообще коронавирусную инфекцию в статус управляемый, нам необходимо достигнуть минимум 60% иммунизированного населения. Что подразумевается под иммунизацией? То есть это естественная иммунизация после перенесенного заболевания и, соответственно, искусственная после того, как мы прививаем население. То есть совокупно сейчас в среднем по Российской Федерации этот показатель иммунизированного населения составляет 60%. По Тверской области я могу сказать, что на сегодняшний день 27% подлежащего вакцинации населения оно привито. План вакцинации выполнен на 43%. Плюс, если смотреть по тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, то мы совокупно можем получить показатель около 50%. Этого нам недостаточно, учитывая, что Тверская агломерация имеет территориальную близость и к Москве, к Московской области, к Санкт-Петербургу. Это накладывает определенные особенности на эпидемиологическую ситуацию. И таким образом мы стремимся к тому, чтобы перевести коронавирусную инфекцию в статус управляемых инфекций путем иммунизации. Те, кто переносит коронавирусную инфекцию и выздоравливает, также получают иммунитет. Но мы уже совершенно точно знаем, что после перенесенного заболевания он нестойкий. И эксперты рекомендуют вакцинироваться переболевшим через полгода после выздоровления. Но что касается того, чтобы достигнуть популяционного иммунитета в 90%, то это, конечно, идеальная ситуация. И достижение показателей в 90% не просто позволит управлять коронавирусной инфекцией и эпидемиологической ситуацией, а стремиться к полной элиминации возбудителя из цепочки распространения. Спасибо за ответ. Максим Александрович, Ваши коллеги не раз упоминали, что на сегодняшний день схемы лечения коронавирусной инфекции устарели. Те, что использовались в первую и вторую волну, они якобы неэффективны. Организм пациента не реагирует на терапию. Так ли действительно это? Мы должны понимать на данный момент, что полностью окончательная схема лечения новой коронавирусной инфекции во всем мире, я не говорю про Россию, а во всем мире, ее нет. И у нас нет лекарства, которые мы можем сказать, что, например, есть бактерия, есть антибиотик, и мы побеждаем. К сожалению, нет. На данный момент и таких препаратов во всем мире тоже нет. Есть различные экспериментальные препараты, но это все проводится в разряде клинических исследований. Если есть такой специальный сайт, Триалголс, на котором регистрируются все клинические исследования всех препаратов. Но сейчас там порядка уже 4 тысяч препаратов, которые исследуются для лечения новой коронавирусной инфекцией. Мы проводим терапию, все согласно так называемым временным методическим рекомендациям. Которые меняются? Которые меняются. И на данный момент, с того года, если первые вышли, когда там в марте-апреле того года, в марте, то сейчас уже идет 11-я версия этих временных методических рекомендаций. То есть схемы лечения, они постоянно пересматриваются. Появляются новые препараты, появляются новые схемы лечения. Это все такой очень динамический процесс. Поэтому и подходы к лечению, они очень здорово поменялись. Но еще раз повторюсь, окончательная схема лечения, которая может сказать, что мы сейчас дадим какую-то таблетку, и пациент 100% поправится. Ее нет. И все препараты, которые мы используем, сказать, что 100% они помогут. Я, к сожалению, не могу это сказать. А у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Вот вы все время говорите, столько процентов привилось, столько привьется. Скажите, почему нет вакцины в Твери? Меня записали три недели тому назад на 18 июля. Сказали, что привить не могут. Могут сделать только прививку. Ждите до 28 августа. В чем дело? Вы чего саботируете? Спасибо большое за звоночек. Александр Сергеевич, есть ли какие-то проблемы с постановлением? Да, вот я уже сказал чуть ранее, что буквально 17 июля поступила вакцина в объеме 27 тысяч комплектов. В ближайшие дни мы ожидаем еще порядка 30 тысяч комплектов вакцины. То есть та задержка, которая, возможно, была, она связана с логистическими вопросами, связанными, опять же, с трудностями транспортировки вакцины, так как вакцина требует особых условий транспортировки и хранения в замороженном состоянии с целью сохранения ее свойств, качеств, эффективности. Поэтому сейчас вот эта аномальная жара также накладывает определенные отпечатки, но тем не менее мы делаем все возможное для того, чтобы в медицинских учреждениях не допустить дефицит вакцины. Поэтому если даже наши слушательницы, зрительницы позвонили и сказали, что на дату, когда она была записана, ее привить не могут, то наверняка предложили другой день, максимально близкий к тому, на который она записалась. То есть такие ситуации возможны. Мы все живем в реальных условиях и здесь нет какой-то шаблонной ситуации, но стараемся охватить всех желающих прививкой и даже если нет возможности записаться, есть лист ожидания и при наличии вакцины все будут вакцинированы в кратчайшие сроки. Тем не менее работают прививочные пункты при торгово-развлекательных центрах, как минимум, сколько их, 3-4, их много, даже в каждом районе практически они есть. Они работают, это связано было в первую очередь их открытие с популяризацией вакцинации, далее мы говорили о том, что необходимо увеличивать пропускную способность в связи с увеличивающимся спросом на вакцинацию. То есть теперь, да, эти прививочные пункты, которые оборудованы в соответствии со всеми требованиями, рекомендациями и условиями, которые должны соблюдаться. А многие не доверяют? Вот это напрасно, потому что все прививочные пункты даже в торгово-развлекательных центрах прошли инспекцию и Роспотребнадзора, и прокуратуры Тверской области, достаточно такую серьезную жесткую инспекцию, контроль. И все необходимые требования в этих прививочных пунктах выполняются с целью обеспечения безопасности и качества проводимой вакцинации. Вот согласно опросам населения, которые провели журналисты нашего телеканала, жители Твери зачастую отвечают на вопрос, да, почему вы не хотите, допустим, вакцинироваться. Они называют несколько таких вот причин. Первая причина самая частая, да, что вакцина даст отдаленные последствия, как, например, бесплодие, проблемы с печенью, с суставами, со всем чем угодно. Второй ответ – вакцина неэффективна, так как привитые тоже болеют. Еще один ответ – вакцина, что называется, слеплена на коленке, нет ей доверия. Ну, это, собственно, цитата из нашего опроса. И вакцинированные болеют еще тяжелее и лежат в реанимации. Вот последний миф, пожалуй, Максим Александрович уже развенчал в первой части программы. Да, вот последний миф, наверное, самый вопиющий, потому что вакцина, она не приводит к развитию болезни как таковой, да, потому что не содержит живого возбудителя вируса, который приводит к развитию болезни. Вакцина – это набор антигенов, которые позволяют сформировать в нашем организме защитный иммунитет. Что касается всех остальных мифов, влияние на бесплодие, отсроченные какие-то отдаленные последствия вакцинации. Это собрано, знаете, со всего мира в отношении вакцинации как таковой в целом, да, любыми вакцинами. Мы говорили неоднократно и о вакцинации против кори, против других инфекций в рамках национального календаря. И доводы у представителей антипрививочного вот этого вот движения всегда одни и те же отдаленные последствия, влияние на бесплодие, развитие каких-то патологий, аутоиммунных заболеваний и прочих. При этом большая часть населения, в частности, мы ежегодно выполняем план по вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок, вакцинируем отдельные контингенты на 90-95%. И у нас нет общества аутистов, у нас нет общества с какими-то тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, не говоря уже о том, что вырастают какие-то новые части тела, хвосты и прочее. Поэтому, говоря об отдаленных последствиях, я хочу сказать, что на сегодняшний день совершенно четко показано и доказано, и это нашло отражение в научной литературе теми учеными, которые эту вакцину разработали, которые ее изучают и продолжают изучать эффективность и продолжительность иммунитета. Показано, что вакцина, в частности, спутник ВИ, она полностью элиминируется из организма в течение двух-трех дней после вакцинации. О чем это говорит? О том, что никаких отдаленных последствий сам по себе препарат вызвать не может. Сама технология, по которой эта вакцина создана, она известна и используется российскими учеными уже более 10 лет. И ни одна вакцина уже была создана на основе вот этой вот векторной технологии, технологии создания вакцин, которые позволяют использовать специфическое такое вот шасси, то есть носитель, на который мы можем поместить любой антиген, вирусный ли, бактериальный ли, ну, как правило, это вирусный антиген. И таким образом обучить нашу иммунную систему бороться с коронавирусом, который сам по себе существенно страшнее. И сегодня, и вот мы с Максимом Александровичем неоднократно говорили, и сотрудники, ведущие специалисты областной клинической больницы, сейчас, уже спустя более года, проводят комплекс мероприятий по верификации постковидного синдрома, его проявлений. То есть тех последствий, которые возникают после перенесенной коронавирусной инфекции, если человек выздоравливает. Так вот эти последствия, не надо говорить об отдаленных последствиях, ранние последствия, которые наступают в течение 3-4 месяцев после выздоровления, они страшны порой и проявляются дыхательной недостаточностью, изменениями функций центральной нервной системы и функций других органов и систем. И вот этого нужно в первую очередь бояться, тех последствий, которые живой вирус в организме вызывает. Вакцина в данной ситуации является безопасным и эффективным способом профилактики этой коронавирусной инфекции. Вакцина позволяет нам управлять эпидемиологической ситуацией, но это будет возможно, когда мы за определенное время, ограниченное время, привьем максимальное количество людей. Это позволит нам избежать появления возможных вариаций вируса, его измененных форм и вариантов. Только таким образом мы сможем справиться с инфекцией и ею управлять. В противном случае мы еще очень долго будем находиться в этой истории, и будет очередной тур вакцинации, вакцины будут меняться, но люди как болели, так и будут болеть, и с вакциной это не будет связано никоим образом. Сейчас четыре вакцины, да? А какая из них наиболее эффективнее? Потому что тоже путает мнение, что, допустим, вот спутник вид, да, он быстро сделан вроде бы как, и эффективности никакой, все ждут какую-то еще вакцину, еще чего-то, конца испытаний, всего чего угодно. Это вопрос не совсем корректный. Я позволю себе так вот заметить. Да, мы с Максимом Александровичем должны в данной ситуации заявить, что у нас нет конфликта интересов, и мы не продвигаем никакую вакцину, и об эффективности говорить не можем. Мы лишь говорим о том, что на сегодняшний день в Тверской области основной вакциной, которая применяется для массовой вакцинации, является спутник ВИ, которая на практике показала свою эффективность и безопасность. Что касается других вакцин, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, да, их еще три. Это спутник Лайт, которая пока еще в Тверскую область не поступала, а также Кови-Вак и Эпи-Вак Корона. Они есть в Тверской области? На сегодняшний день в Тверскую область поступившие объемы Кови-Вак и Эпи-Вак Корона израсходованы в полном объеме. Пока не планируется к поступлению этих вакцин. То есть мы работаем только спутником ВИ. Что касается эффективности, то в данной ситуации нужно руководствоваться не мнением отдельных экспертов, а официальными документами, официальными результатами испытаний клинических, практического применения вакцины, которые опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. А какой все-таки срок действия вакцины? Можно ли как-то спрогнозировать? Или это все индивидуально? Во-первых, должен сказать, что ни в коем случае нельзя сравнивать результаты иммунизации двух отдельных людей, потому что в каждом конкретном случае реакции индивидуальные. Как связанные с тем, как человек переносит вакцину, прививку, так и связанные с тем, как долго сохраняется иммунитет. Мы все разные. У нас разная напряженность иммунитета, разное количество специфических клеток иммунных. Поэтому мы все по-разному реагируем на прививку. И продолжительность иммунитета у нас у всех разная. То есть, если углубляться в этот вопрос, вопрос иммунологии и формирования иммунитета, мы уйдем далеко в теорию. На практике же мы говорим о том, что сейчас отношение к вакцинации и взгляд на продолжительность иммунитета, который формируется, таков, что мы должны после перенесенного заболевания делать прививку через полгода. И если мы прививались, мы должны повторно прививаться, то есть проходить ревакцинацию также не ранее, чем через 6 месяцев. Условно это определяет продолжительность иммунитета в условиях текущей эпидемиологической ситуации. Рассмотрим вариант, когда заболеваемость у нас снижается до спорадического уровня, то есть единичные случаи у нас фиксируются до, скажем, 20 в день или в неделю. То в такой ситуации продолжительность сохранения, даже неправильная непродолжительность сохранения иммунитета, а кратность ревакцинации может быть увеличена, потому что уровень вирусной нагрузки при возможном контакте, частота контактов и вероятность этого самого контакта будет ниже, поэтому того иммунитета, который формируется, будет достаточно. Максим Александрович, а вот те, кто вакцинировались, они же тоже имеют возможность заболеть. Как у них будет протекать заболевание? Хороший вопрос. Еще раз повторюсь, что вакцинация не дает 100% гарантии. Это ни в коем случае никакая не золотая пуля и не золотая таблетка. Но с большей вероятностью, мы должны понимать, что вакцинация в 95% вероятностью защищает нас от тяжелой формы. То есть, если человек вакцинируется, что не 100%, а 95% вероятности, он не попадет в отделение реанимации. Он может заболеть, и основная масса вакцинированных, кто заболел, они переносят в виде ОРВИ. Несколько нет температуры, слабость 3-4 дня, и потом все проходит. Это же гораздо лучше, чем находиться 2-3 недели на неинвазионной вентиляции легких, лежать на животе и бояться поднять голову. На самом деле лечение сложное, тяжелое. Это в условиях даже инфекционного госпиталя. Конечно, конечно. Александр Сергеевич, а вот человек вакцинировался, да? Ну, так случилось, что переболел, как сказал Максим Александрович, в легкой форме. Нужна ли ему будет ревакцинация? После того, как пройдет 6 месяцев спустя, как человек выздоровел. Да, то есть, допустим, получил прививку. Первый этап, второй этап. Потом через какое-то время заболел коронавирусной инфекцией, перенес ее, да, это абсолютно нормальная ситуация. Он не попал в больницу, он не был в реанимации, он выжил. И вот после выздоровления необходимо делать прививку через полгода. То есть, на сегодняшний день это не наша прихоть, это та норма, которая продиктована рекомендациями Федерального Минздрава. А много ли все-таки сейчас желающих ревакцинироваться? Такое количество появляется и увеличивается ежедневно, потому что на фоне роста заболеваемости и того, как люди заболевают повторно коронавирусной инфекцией, зачастую заболевают существенно тяжелее, чем при первых эпизодах болезни, то, естественно, у людей появляется желание сделать ревакцинацию либо пройти вакцинацию после перенесенного заболевания, не желая заболеть повторно, не желая попасть в инфекционный госпиталь, уж тем более в реанимацию и заново переживать те муки, с которыми сопряжена вот эта болезнь. По-другому не скажешь, именно муки. Мы проходим на обходе и спрашиваем у людей, ты вакцинировался? Нет. Вот если бы ты знал, через что ты пройдешь и как ты будешь себя чувствовать, ты бы сделал вакцину, которая, в большей вероятности, тебя защитит и не даст попасть сюда и переносить все эти страдания. И все в один голос говорят, конечно, да, я бы вакцинировался. Если бы запустить машину времени и вернуться обратно, все говорят, что я бы вакцинировался. Максим Александрович, стоит еще упомянуть, что у лечения тоже могут быть какие-то, что называется, явления побочные, у лечения тяжелой формы. Это же все-таки такая, как говорят, агрессивная терапия? Конечно, это очень агрессивная терапия, но мы должны понимать, что не мной сказано, в свое время Парацаль сказал, что любое лекарство – это яд. И искусство врача найти как раз ту тонкую грань, когда лекарство не станет ядом для каждого человека. Зачастую в лечении пациентов мы принимаем тяжелую иммуносупрессивную терапию. Это ингибиторы глюкокортикоиды, это ингибиторы интерлекинов-6, либо интерлекина-1. Это препараты, которые подавляют иммунитет, чтобы защитить органы и ткани человека от той гипериммунного ответа, который провоцирует SARS-CoV-2. И, конечно, есть определенный побочный эффект, с которым мы, конечно, еще столкнемся. Но, к сожалению, из двух зол мы на данный момент должны выбирать меньше. Потому что побочные эффекты, они разовьются через полгода, год, а человек умрет, он сейчас умрет. И нам надо спасать человека сейчас. А что будет потом, мы будем разбираться потом. А если брать статистику летальности, то есть ли процент вакцинирован? Вы знаете, мне вот сейчас это неизвестно. Мы отслеживаем всех пациентов, которые находятся в реанимации Тверской области. Причем в режиме онлайн, ежедневные ВКС, ежедневные консультации. Каждую неделю выезжаем в какие-то госпиталя с обходами. Поэтому тяжелых вакцинированных пациентов на данный момент мне неизвестно. Здесь стоит отметить тот факт, что из числа вакцинированных менее 1% заболевает людей. То есть просто задуматься, даже вот мы привили 260 тысяч человек, и из них менее 2 тысяч заболело. То есть это показатель эффективности вакцины. В среднем по Российской Федерации доля заболевших от числа вакцинированных не превышает 2,5%. Соответственно, это говорит об эффективности используемой вакцины. А если говорить о ревакцинации, что подходит, какая вакцина подходит для ревакцинации, как она делается? Опять же в два этапа, или же это обходится одним уколом? Да, мы уже говорили сегодня об этом. Ревакцинация проводится той вакциной, которая имеется в наличии, которая в доступности и порядок обусловлен требованиями, записанными в инструкции по медицинскому применению препарата. Если это спутник ВИИ, там написано, что она двухкомпонентная и должна вводиться с интервалом в 21 день минимум, а максимум до 90 дней можно увеличить, значит, именно так и нужно делать ревакцинацию. Если это другая вакцина, скажем, КОИВАК или спутник ЛАЙТ, которая, опять же, имеет свою инструкцию, то есть все делается по инструкции. КОИВАК также в два этапа с интервалом 14 дней, а спутник ЛАЙТ, мы сейчас видим, как Москва проводит вакцинацию и ревакцинацию этой вакцины, там все проходит в один этап. Максим Александрович, Вы как-то в одном настрою упомянули, что Вы тоже ревакцинировались уже. Да. Что касаемо ревакцинации, были ли какие-то, да, может быть, так называемые побочные явления, которых, кстати говоря, все боятся? Сейчас посмотрю. По-моему, хвоста у меня нет, не вырос. А переносилось как? Слушайте, да. На удивление, ревакцинацию перенес абсолютно нормально. Я и первый, два компонента, когда я вакцинировался, у меня не было никакой гипертермии, была остыния в течение нескольких часов. Ну, на самом деле, пораньше спать лег, и все прошло на следующий день. Ревакцинацию, никаких побочных эффектов, ни боли в плече, точнее, боли в плече была в течение дня, а гипертермии, ни остынии, ничего не было. Да, и мы должны сказать, что ревакцинация для нас, Максим Александрович, она прошла в рабочей такой вот обстановке, то есть мы даже и не выделяли этот день как какой-то особенный. Праздничный либо выходной. Следует сказать, что порядок ревакцинации такой же, как и вакцинации, и после повторной вакцинации человек также получает сертификат на госуслугах. То есть у нас с Максимом Александровичем сейчас по два сертификата. То есть первый сертификат датирован октябрем-ноябрем, и вот буквально свежий июльский сертификат. И тем не менее, да, стоит упомянуть, что даже те, кто вакцинировались, и ревакцинировались, и переболели, стоит носить маски. Почему? Безусловно, масочный режим на территории Тверской области и Российской Федерации никто не отменял. В Тверской области мы видим, что население пренебрежительно относится к этому режиму, более дисциплинированные жители Москвы, Московской области, и те, кто посещает столицу, с этим сталкиваются, когда не зайдешь ни в метро, ни в магазин, ни в аптеку без маски, просто на пороге развернут и отправят за маской. В нашей же ситуации, конечно, маска остается обязательной, так как позволяет минимизировать риск заражения, как для тех, кто не вакцинировался, так и для тех, кто вакцинировался, так как только комплекс мер, а именно их сочетание, вакцинация, маска, социальная дистанция, гигиена рук, позволят снизить риск заражения и распространения коронавирусной инфекции к минимуму. Что ж, я думаю, что все такие популярные мифы, которые сегодня гуляют и в социальных сетях, и на всевозможных интернет-ресурсах, я думаю, что они развенчаны. Наша программа подходит к концу. Напоминаю, что гостями сегодня у нас были главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области Александр Сергеевич Раздорский и главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Тверской области Максим Александрович Петрушин, который непосредственно работает с теми, кто переносит коронавирусную инфекцию в тяжелой форме и, я думаю, знает явно не понаслышке об этой опасной болезни. Меня зовут Валерия Королева. Я с вами прощаюсь. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова